Всем привет! Перед вами на столе моя любимая радиолампочка Терратрон МТХ-90. Прежде чем начать эксперимент, хочу обратить внимание на стикер. Этот эксперимент проходит с напряжением 220 вольт из розетки, поэтому немножечко опасен. Без надлежащих навыков делать его не рекомендую. Итак, у меня соединена в качестве нагрузки лампа накаливания на 50 ватт и радиолампа Терратрон МТХ-90. Все включено последовательно, а белый провод идет на базу или, так сказать, на сетку этой радиолампы. Я уже показывал, что с помощью такой простецкой схемы можно сделать самый банальный обыкновенный сенсор. Подав напряжение и коснувшись вот этого проводка рукой, оголенного проводка, можно зажигать лампочку. Причем можно ее зажечь даже не просто касаясь и удерживая, а зажечь с фиксацией. Если некоторое время подержать палец на проводе, то Терратрон разогреется и эмиссия будет такой большой, что лампочка перестанет гаснуть. Такое происходит не всегда, срабатывает случайным образом. И вот в данном случае этот мой фокус не удался. Хотя можно его добиться и такие ролики у меня есть. Но сегодня я хочу остановиться более подробно на том свойстве Терратрона, которое является и паразитным, и полезным. Вы знаете, что с помощью одной вот такой вот лампочки можно сделать банальное ламповое фотореле, не применяя фотодатчиков, фоторезисторов, фототранзисторов. Один Терратрон и нагрузка. Нагрузкой может быть и реле, может быть и исполнительный механизм, может быть вот такая лампочка, как у меня, или даже двигатель. Разницы нет. Я возьму свой фонарь и буду сейчас освещать Терратрон светом. Смотрите, лампочка накаливания загорелась и горит. Убираем свет, лампочка не гаснет. Не гаснет она потому, что Терратрон получил достаточной энергии, чтобы распалить свои ионы и проводить ток. Через некоторое время, конечно, он погас. Но это не основное его свойство гаснуть после того, как свет подали на него и убрали. Давайте еще раз. Вот он горит. Продолжает гореть некоторое время и гаснет. Этого времени вполне достаточно, чтобы сработала реле, ну или какая-то другая схема. Как видите, очень просто. Нет понижающих трансформаторов сетей и цепей питания. Нет транзисторов, триодов, триаков, да и прочих там элементов, которые требуют в себе дополнительного ухода. Одна лампочка и одна нагрузка. Светим. Работает. Убираем свет. Через некоторое время просто-напросто погаснет. Если не погаснет, то сделайте развязочку, чтобы все это происходило более быстро. Поставьте резистор, ну или что-нибудь еще. Усложнить схему всегда можно. А на этом все, ребята. Пока. Я думаю, вам было интересно. И сейчас терротроны, я думаю, войдут в моду. Пока. С наступающим.